вы на канале урал спецтранс но сегодня в обзоре с алексеем снова бетумовоз ну да традиция бетумовоз либо бетумовоз либо полуприцеп цистерна под гсм в данном случае бетумовоз 32 куба вы скажете был такой да почему снимаем улучшенная система утепления немножко изменена система в том числе брони для верхнего слоя укладки в результате получили другую снаряженную массу в передней части у нас вот такая вот панель с двумя семи пиновыми разъемами до адрный и конечно же 15 пиновый разъем зависимости от того с каким тягачом вы будете эксплуатировать можете по-любому подключаться 2 пневмо подключение соответственно это рабочий и управление но в принципе водители все прекрасно что касается габаритов то это конечно же стандартно они везде сейчас уже вот с этой модели до пошла нержавеющая труба если раньше была черненькая и красили даже вот здесь куда еще есть на складе такие нет это железная в данном случае здесь никто не использовал никакого пластика потому что на таком расстоянии пластик бы играл лопался нам этого не надо здесь металл здесь уже нержавейка идет до рядышком на запасном колесе лежит вот такая вот алюминиевая лопата ну без нее никак согласно допол мы ее обратно уберем вот такой вот ящик для сбора пролитой жидкости здесь мы видим паспорт на донный клапан паспорта на барабан заземление и прочее ну ка список набора допог до который вот здесь же лежит ручка для лебедки запасного колеса и сам набор допог то есть очки жидкость для промывки глаз фонарик это у нас что противоположарное полотно перчатки жилет и дренажная ловушка это все здесь вот присутствует также в набор допог входит еще и два знака опасность которая вот они их два да но и кроме того здесь еще в зипе находятся ключи давай вот как раз на ящики до чтобы сильно мокрый гряза не было это по умолчанию да то есть ударный ключ на 46 ключ в данном случае 80 на 6 к торцевой ступичные да и ключ баллоны 32 34 это как говорится это обсуждается дополнительно а вот это вот комплектация она идет по умолчанию до на данный момент до сдачи клиенту это все находится вот здесь вот на запасном колесе который крепится на получается держатели запасного колеса даст лебедка для подъема нету никаких корзин но чтобы вручную его туда не запихивать а лебедочка поднимать аккурат ну и сама емкость до 32 куба обечайка 4 миллиметра утепление 150 миллиметров из плотного утеплителя три слоя по 50 каждый из этих слоев еще с алюминиевой фольгой идет соответственно вообще температуру держит замечательно по отзывам как раз от клиентов сама емкость через ложементы да с помощью болтов крепится к раме с той стороны мы потом покажем есть возможность установить вот такую же балку для запасного колеса тягача если есть необходимость это сейчас на всех бетумовозов северест который 32 куба 4 оси они по умолчанию есть такая опция что касается вот этой панели управления то есть управление включение выключение стояночного тормоза до рабочего тормоза управления то есть сейчас это в транспортном положении стоит при необходимости это мы надавили выше подняли опустили соответственно не забывая чтобы повернуть надавливаем были случаи что люди просто ломали ну это по-разному было кнопка управления подъемной осью принудительная то есть когда есть электричество от тягача мы нажимаем на кнопочку передняя ось поднимается здесь ресивер соответственно для подкачки колес при необходимости это напрямую идет от тягача это уже система ебс то есть для проверки давление как идет тормозная система и при необходимости модуляции ну различных случаев моделирования арки в данном случае адамар уже иду до колеса ну на данном полу прицепе это тирекс 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 кому как нравится размер колеса 385 на 65 r22 с половиной то есть это в принципе тот самый стандарт для дорожных полуприцепов здесь дальше идет первый огнетушитель да то есть пенал под огнетушитель своим огнетушителем на 6 килограммов вот такой вот хороший интересный дайкин две передние оси они у нас подъемные да то что с кнопочки поднимается мы сказали но первые две подъемные получается первое также поднимается может из кабины водителя ну при необходимости когда нужно на скользкой дороге тронуться или так далее загрузить ссу тягача получше то можно тройным нажатием на тормоз определенным таким долгим спокойным нажатием до поднять переднюю ось соответственно нагрузка на ссу увеличивается и легче тронуться там по гололеду и ну гравий разные ситуации бывают на песке и прочее что касается маневрирования то так как здесь стоит система тепс то есть электронная система тормозов дата она отслеживает и крен и маню маневры различные при маневрировании на небольших скоростях также передняя ось поднимается катушка затемления в обязательном порядке она существует в комплекте да точнее здесь присутствует штурвал от донного клапана и донный клапан конечно же механический там на 100 до термометр до трехсот градусов здесь вот рядышком точнее за последним последней осью полностью табличка касаемо тормозной системы какое давление каким нагрузкам соответствует ну и есть вот такой вот ящик zip из хорошего надежного пластика сделан находится тут ну кто-то скажет много грязи и прочее ну ребят в другое место его просто некуда поставить здесь он есть кому не нравится можно снять но соответственно когда он есть можно туда что-то положить интересное нужное в дороге а в дороге бывает очень много чего нужно да на задние панели фонарей конечно же сами фонари в данном случае это серд пласт габаритные фонарики до чтобы видно было габариты полу прицепа место под госзнак и сверху расположенному такие вот фонари подсветки включаемые при заднем при включении заднего хода кроме этого при включении заднего хода включается также еще зумер что осторожно привлекает к себе внимание чтобы явно никто все заметили это и установлен шаровый кран конечно же для больших температур да и выход brs камлок на 100 цепочка без нее никак и никуда да и вот такой вот брус если вдруг проливаться будет он на него знаки все выше поэтому будет пуст обязательно в задней части расположен вот такой вот конверт для указания той жидкости которую вы перевозите да есть бачок под воду с дозатором пенал алюминиевый в этом пенале у нас лежит рукав рукав битумный термостойкий вот такой вот термостойкий он вон видишь даже что здесь ход так не не буду читать просто покажи потому что я как всегда будут то ли по-немецки читать то ли как по-английски не умею а здесь скорее всего все равно по-английски написано все вот здесь вот есть место и возможность установить точно такую же балку как с той стороны с держателем запасного колеса это если необходимо либо еще одно колесо для полуприцепа либо для тягача боковое защитное устройство она обязательно конечно же подъемная да вот здесь вот есть какие фиксаторы вытаскиваем с обеих сторон и потом поднимаем да давай тепло наверное уже можно спокойно поднять попробовать вот так вот она фиксируется в результате вот вот за этот вот болт на зайти она располагается здесь чтобы на вас потом не упал и вот так вот фиксируется это запасное как говорится да ну и здесь же конечно же противооткатные упоры пенал в нижней части также 2 пенал он расположен со стороны водителя рядом получается с ним огнетушитель также на 6 килограмм это все 32 кубовые 4 хвост на их еще не успели забрать тут порядка 20 единиц это те уже которые проданы и ждут своей очереди когда за ними приедут тягачи что касается верхней части то давно да у нас было вот здесь вот по центру соединительная часть лента да и делалось это все из двух кусков сейчас это все единый лист здесь уже уменьшили соответственно металла в том числе но некоторые нюансы исправили теперь ровненько хорошо вокруг горловины площадка с четырех сторон из просеченного металла такая удобная что можно спокойно ходить как вам нужно да вот такая алюминиевая крышка с двумя надежными щекол даме задвижками с большой пластиковой ручкой да явно с крышкой ничего не будет который открываем и мы видим вот сам короб короб в случае пролива имеются два отверстия сходятся они внизу по центру для того чтобы слить воду или пролитую жидкость ту же самую не в битум или прочее так как проходят они рядышком но в утеплителе да соответственно быстро застывать не будут сам люк конечно же он специальный на него есть также паспорт в документации до с дыхательным клапаном все согласно ем в данном случае это 130 82 крепится он на 6 барашков кроме механизма он да он сам по себе тяжелый поэтому а это защищает дыхательный клапан чтобы не снесло мало ли что ты будешь там да там есть дыхательный клапан или клапан малых дыханий то есть ну так вот нюанс да все бочки у нас также битумные они поверяются и в данном случае эта бочка показала 31 куб 946 литров поверяется по верхней планке это сто процентов но у нас здесь установлена сразу три это 2 95 и 3 85 процентов зависимости от того как говорится что вам нужно вот такие вот барашки действительно надежно они крепятся люки к люкам вопросов тоже не было но в результате вот сколько их отгрузили по прицепа они имеют начальные которые выходили первые разные отзывы сейчас в принципе больше положительны что люди удовлетворены качество этих полуприцепов да кроме того наверху конечно же ящик под кашму и ящик под песок его просят иногда переместить вниз но тогда вопрос либо ящик zip убрать либо умывальник потому что там внизу больше места пока нету поэтому пусть пока он здесь будет а там если что в ящик zip можно мешочек с песочком положить ну потому что все говорят что песок чаще нужен для того чтобы зимой на гололюди подсыпать подтягать да и вот на этом я думаю все то есть получилось она у нас легче другое утепление поработали и теперь у нас там все это находится это вот труба до который было раньше металлическая обычная покрашенная сейчас она уже из нержавейки да то есть изменили технологию вообще изготовления этих полуприцепов бетумовозов в результате уменьшили вес ну и сделали ее более интересную в эксплуатации для вас мы работаем не стоим на месте до собираем обратную связь и вносим очередные изменения 8532 на сайте 3wuralst.ru всем пока до новых встреч